В столице стартовал дальневосточный этап крупнейшей в России и Европе стартап-конференции. О конкурсе и о том, какие возможности открываются для участников, узнал Иван Подойницин. Открытость для регионов инвестиционных и методологических инструментов развития инновационного бизнеса, а также создания новых рабочих мест, как самоцель. Этими задачами объясняют свои поисковые гастроли и инициаторы федерального тура. Идея проведения конкурса проектов в формате охоты за головами с выездом экспертной команды в регионы принадлежит советнику президента фонда Сколково. Примечательно отметить, что недавно этот бизнес-ангел с мировым именем уже проинвестировал один из стартапов на Дальнем Востоке. Для меня нет никакой разницы, откуда стартап. Томск — это Якутск, Бали или Нью-Йорк. Я применяю ко всем один и тот же фильтр. Во-первых, это возможность продавать продукт по всему миру. Во-вторых, это огонь в глазах предпринимателя. Третье — это, конечно же, команда. И последнее — это готовность коллектива постоянно учиться чему-то новому. Накануне участников проход в полуфинал стартапа в Москву, победа на котором — это инвестиции и денежный приз. Но помимо этого также возможность стать резидентом Сколково и пользоваться всеми возможностями научно-технологического комплекса. Из Якутии сейчас таких стартапов шесть, но потребность федеральной поддержки гораздо больше. Мы себе ставим задачу где-то около 20 проектов, чтобы были в фонде Сколково, для того, чтобы они могли пользоваться сервисами Сколково и прилегать деньги с фонда. В фонде можно привлечь до 300 миллионов рублей. Первый проект в прошлом году получил микрогрант 2 миллиона, это зеленая лаборатория. А сейчас все говорят про цифровую эру. Вообще, на самом деле, 21 век будет биотехнологией. И в этом плане у нас очень много проектов. Как раз вот здесь нам нужны сколковские деньги, нам нужны больше денег, больше экспертизы в федеральном уровне. А количество представленных в этом году на суд экспертов разработок достаточно велико. Цитата. «Их спектр очень широк от создания установки для 3D-сканирования людей до полимерных нано-композитов на основе сверхмолекулярного полиэтилена», так же сказал Анатолий Семенов. Заявок на участие в этом году было почти 200 штук. Из них отобрали 42 проекта на региональный этап. Конкурс же проходит по трем направлениям. Это биомедицинский трек, индустриальный трек и информационные технологии. Представляю проект для слепых людей и для слабо видящих людей. Это портативная датчка препятствий. Поводырь. Одевает себя на шею устройство. Ну, может он прикрепить его куда угодно. Допустим, когда он будет идти, слепой человек, то устройство будет подавать ему звуковой сигнал. То, что впереди, стоит барьер, любое препятствие, чтобы не столкнуться с ним. И подают на микронаушник, который работает на Bluetooth-модуляторе. Иван Подойницын, Владимир Павлов, Игорь Фасаха, Юпийский.